Членство Украины в НАТО необратимо, а потому не может стать предметом переговоров с РФ. Об этом в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне заявил президент Эстонии Ауар Карис. НАТО должно послать сильный сигнал о том, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. Ее движение к членству необратимо. Но, к сожалению для Украины, решительность эстонского президента не означает решительность в этом вопросе всех членов НАТО. Официальные двери Альянса закрыты для Украины вплоть до окончания войны. Пока идет нынешняя масштабная война, НАТО не будет принимать свой состав в Украину, потому что это означало бы вступление в войну против России. А это риск ядерной войны. Вот это очень простая логика, которая объясняет, почему во время войны Украина не может стать членом НАТО. Именно из-за самого факта войны. Но, несмотря на неготовность НАТО принять Украину в свои ряды, когда она в этом наиболее нуждается, позитивные перемены и движения в политике Альянса все же прослеживаются. Медленно, но верно организация вытаскивает себя из репутационной ямы, в которую Альянс сам себя изогнал. Своей пассивностью и страхом перед Москвой в первые месяцы и годы крупнейшей войны в Европе. Взяв на себя ведущую роль, НАТО обеспечит более надежную, более последовательную поддержку, улучшит взаимосовместимость и приведет в соответствие краткосрочные и долгосрочные потребности украинской армии. В условиях, когда с востока продолжает давить РФ, а на западе в Белый дом может прийти Дональд Трамп, неоднократно отличавшийся неоднозначными заявлениями касательно прекращения войны и поставок оружия Киеву, именно Североатлантический Альянс становится столь необходимым для Украины противовесом. Те решения, которые будут приняты на саммите в Вашингтоне, они будут направлены на фактическую интеграцию Украины в НАТО. Ну, я образно скажу, речь идет о гражданском браке между Украиной и НАТО. Юридически отношения будут оформлены после завершения войны, а на данный момент важно фактически, чтобы Украина все сильнее интегрировалась в НАТО. И хотя официального оформления отношений между Альянсом и Украиной пока не предвидится на практике во многих важнейших аспектах, Украина уже сегодня интегрирована в НАТО ничуть не меньше многих официальных членов. С точки зрения объемов военной помощи, с точки зрения масштабов и форм взаимодействия между НАТО и Украиной, мы с НАТО взаимодействуем гораздо больше и внедрены в НАТО, в различные программы НАТО больше, чем целый ряд других стран НАТО. Хотя в условиях жестокой войны на фоне непрекращающегося ракетного террора мирных украинских городов Практического усиления обороноспособности Украины как на фронте, так и в глубоком тылу никогда не бывает много. Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи. Существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...